Абу Али Игн Сина Свет в богатой семье. Отец Адалах Игн Хасан был сборщик подотей. Не самая уважаемая профессия, так сказать, мытарь. Но при этом богат и образован. Мать Ситара, родом из небольшого селения, близ Бухары Авшана. В этом селении и родился Ави Цена. Когда семья переехала, одаренному мальчику открылся доступ к широким знаниям. Ведь на тот момент Бухара являлась образовательным центром, куда активно съезжались различные философы, врачи, поэты, для посещения дворцовой библиотеки. Ави Цена еще в раннем детстве отличался невероятной любознательностью, удивляя взрослых постоянными вопросами. Маленького всезнайку отправили изначально учиться в обычную мусульманскую школу, которую он посещал на протяжении десяти лет. Параллельно школьной программе, Ави Цена обучался дополнительно грамматике, арабскому языку и стилистике. Когда мальчику исполнилось десять лет, он уже знал наизусть весь Коран, что согласно убеждениям мусульман считалось наиболее почтенным знаком. Своё первое образование он получил путем изучения богословия. Позже будущий ученый увлекся светскими науками, математикой, медициной и философией. Уже в возрасте двадцати лет, Ави Цена узнали как известного ученого. После того, как Пали Сассаниды в его родной стране, Ави Цена путешествовал по дворам персидских князей, служа придворным лекарем. Он пользовался авторитетом среди европейских коллег-врачевателей. Итогом его врачебной деятельности стала фундаментальная работа «Энциклопедия по медицине в пяти томах канон медицины». Она вмиг стала популярной и переводилась на иностранные языки. На латыни он переиздавался целых тридцать раз. Опасаясь стремительно развивающейся популярности Ави Цена, мусульманские богословы все время пытались уличить его в атеизме и ересе. Кроме медицинского труда, Ави Цена писал естественно-научные и философские трактаты, стихи на фарсии на арабском языке. Основной темой его творчества были гимн просвещения, вечность материи и гимн науки. Количество всех работ философа в различных источниках разнится. Некоторые историки утверждают, что им создано около 453 книг разного научного направления. В арабской литературе присутствуют около 10 сочинений философа – астрономия, химия, алхимия и прочее – в сохраненном неполном рукописном виде. Сейчас они находятся в библиотеках разных стран мира. Ави Цена прожил интересную полную взлетов и падений жизни. Вернуться на родину после долгих скитаний мусульманский ученый так и не смог. Он умер на чуждине в 1037 году. Ави Цена умер в военном походе, сопровождая эмира и благодителя своего Алла Аддаулла. Как врач он знал, что его организм исчерпал себя, хотя ему было только 57 лет. Раньше он неоднократно лечил себя и излечивал. На этот раз Ави Цена знал, что умирает. И потому сказал ученикам – лечить бесполезно. Похоронен он в Хумадане, там сохранилась его гробница. В 50-ти годах XX века она заново была отстроена. Вот слова Ави Цены перед смертью, переданные нам, потомкам, его учениками. Мы умираем в полном сознании, и с собой уносим лишь одно. Сознание того, что мы ничего не узнали. И это сказал человек. С восторгом посвятивший познанию всю свою жизнь, энергию, молодость и здоровье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова